Друзья, немножко рекламы. Оформите кредитку и выиграйте деньги. Только в ноябре оформи кредитную карту Тинькофф Платину с бонусом 3000 рублей за покупки на 7000 рублей в первый месяц и бесплатным обслуживанием. И стань участником розыгрыша крутых призов. А знаете, друзья, какой главный приз? 10 миллионов рублей. Ну, конечно, хотелось бы в это верить. Также 10 призов по миллиону рублей и 100 призов по 100 тысяч рублей. Также повышенный кэшбэк всем остальным участникам. Бонусы суммируются. Как участвовать? Оформить кредитку Платину. Чтобы подтвердить участие, дождитесь уведомления от банка. Потратьте с карты от 5000 рублей с 7 по 30.11. Дождитесь итогов розыгрыша 12 декабря. Я так понимаю, 12 декабря будет розыгрыш. Также, друзья, переходите по ссылочке. Ссылку я оставлю в описании под видео. И желаю всем удачи. Продолжение следует... Ого! Местные лианы! Ух ты! Здесь такие заросли, что здесь птички даже не боялись делать гнезда. Вот так смело здесь. Так низко. Здесь одно. Вот там второе. И это не первое, где мы попадались. Здесь, кстати, хороший шиповник был. Я даже не знал. Такие заросли. Вот видите, даже такое дерево. Вот оно. Уже наполовину сухое. Вот сук. И тоже, вот видите. Вот грибочки. Вот они. Вот они. Но, знаете, я вам скажу. Видите, такой тонкий. И они, грибочки, здесь такие немножко вялые. Поэтому я думаю, что они уже не вырастут. Им все-таки нужно тоже откуда-то питаться. Им нужно большое, какое-то толстое дерево, я так думаю. Это мое мнение. Пойдемте покажу, друзья. Вот нашел еще. Но они молодые. Еще молодые. Видите, вот только начали. Совсем молоденькие. Вот с моей рукой сравнить. Видите? Но очень красивые. Такой цвет золотисто. Золотисто-медовый. Так они прорывают. Вот еще. Я вам про них сейчас расскажу. Они еще будут здесь много их. И выше он даже есть. Ладно, друзья. Ищем дальше. А вот еще, друзья. Тоже, видите, большая ива. И вот они, они тоже зимние опята. Но тоже очень маленькие. Вот совсем маленькие. Такое сколотое. Растут, опять-таки, на ивах, на тополях. На таких, знаете, или на сухих деревьях, на мертвых. Или на таких слабых деревьях, которые уже погибают. Вот, типа, таких сломанных. И вот такие деревья. Эти грибы сразу атакуют и растут. Пойдемте. Искать хорошие. И которые нам надо нарвать. У нас еще с вами пустая корзинка. Ну, надо пробраться, друзья. Постоит нелегкий путь. Малыш, догоняй. Напился, что ли? Здесь почище, да? Ой, ты еще и добрался. И забрался. Пойдем вперед, малыш. Надо с собой пробираться еще. Знаете, друзья, какое удовольствие идти по этому кустарнику? Это, знаете, что такое? Это смородина. Такая дикая смородина. Вот идешь, видать, ногами ее топчешь. Идет такой приятный запах. И здесь все пахнет смородиной. Как будто в каком-то райском саду. Я не знаю. Жаль, что вам нельзя передать этот запах. Но это что-то просто. Кто любит запах смородины, такой просто пахнет вообще по-страшному. Вот это все, это все смородина. Здесь и крапива, и кустарник, и ежевичник, и смородина. И вот идешь, все просто в запахе вообще шикарно. А мы ищем такие сухие деревья. И вот надо на них найти грибы. Пойдемте дальше. Иду, иду, малыш. Высматривай, смотри, друзья. Иду там, я не иду, высматривай на меня. Иду, малыш, не переживай. Друзья, я каждый год навещаю эту иву. Вы не представляете, какая она огромная. Вот если к ней подойти, в ней, наверное, можно сделать целые ворота. Она стоит здесь, одна из всех таких небольших. Она просто огромная, друзья. Смотрите, я не знаю, как вам сравнить. Она просто... Чтобы обойти надо ее. Время даже какое-то, посмотри. Не знаю, на камеру это передает или нет, но она очень огромная. Это что-то, друзья, мощный такой дерево. Кстати, я уже вижу грибочки. И вот там, вижу еще в одном месте. Вижу еще вон там, сухие, там тоже чуть-чуть видел сейчас. Сдалека вижу. Сейчас глянем, пойдем. Ну вот, смотрите, видите, здоровые деревья. На них не растет. Вот дерево засохшее. На нем вот есть, но они тоже маленькие. Эти мы еще с вами подождем, сейчас довернемся. И вот, смотрите, видите, дерево. Вроде бы здоровое, но оно подломленное такое, кривое, подломленное. И видите, на нем дни выросли. Вот они такие деревья и убирают. Не растут на хороших деревьев, а только вот на таких. Вот такие вот грибочки. Я тебе покажу. Я даже их сырыми пробовал, ничего страшного. Можно съесть, но сыры и на любителя мне не понравились. Такие подслаживающие, такие маслянистые. Так вот, такая красота. Вот, ребят, сейчас мы с вами пойдем дальше. Я думаю, еще найдем. Видите, какие красивые, красивые. Такие грибочки. Золотистые, медовые такие. Их ни с чем не спутаешь. Малыш, у меня там где-то ломится. Малыш, догоняй. Пойдем дальше. Мой интерес здесь столько запахов. Столько всего для него. Рай для собаки, друзья. Вон, я вижу, еще есть, но тоже маленькие. А вот, друзья, еще одно сухое дерево. Кстати, высоко тоже грибы есть. Но их там не достать. И вот здесь пониже. И даже бывает так вот из-под коры растут. Вот видите, вот они прячутся где. О, какие красивые. Вот эти мы, конечно, с вами сорвем. О, какие. Аккуратненько их надо сорвать. У молодых можно есть и ножки. А уже у старых только шляпки. Но это можно перебрать все дома. В теплом, уютом месте. Вот такие красивые. Зимние пятки. Рай для собаки здесь. Они такие приятные, приятные. И очень нежные грибы. Их, мне кажется, ни с чем не сравнишь. Я возьму ножичек и подрежу их. А вот, друзья, смотрите, еще. Вот начинают только молодые идти. Вот они, молоденькие, рвутся из-под коры. Вот здесь еще как их будет, посмотрите. Видите, это вообще пуговки. Вот с моими пальцами сравнить. Видите, какие маленькие пуговки. Вот маленькие, вот маленькие. Выше еще. Видите, еще мы с вами подождем. А вот эти уже можно спокойно срезать. Вот они, это уже хорошие. Кстати, черненькие немножко. Но это нормально, что черненькие. Это ничего страшного. Но если брезгуйте, можно и не брать черные. Можно брать только вот такие светлые. Вот они, видите. Вот какая красота, друзья. Вот какие полянки. Позвольте на них. Это что-то. Цвет очень красивый-красивый. Приятный-приятный. Кстати, здесь много разных птиц и снегирей. А вот еще дерево все в грибах тоже. Все в грибах. Ох, а сколько их вверху-то, друзья. Это да. Да, джунги такие вообще классные. Ладно, ребят, буду срезать вот эту красоту. Вот, друзья, смотрите. Только-только начинают расти. Вот такая красота. Только-только. Вот мой ноготь, видите. Они маленькие-маленькие. Их много-много. Вот немного потеплеет. Допустим, сейчас мороз. Они замерли. Как наступит оттепель, а оттепель обязательно будет. И, кстати, я уже слышал, что скоро через несколько дней опять потеплеет. И они начнут расти. Буквально в день-два они заново выбухают большими. И так они растут всю зиму. Проверено уже, друзья. Даже вот, друзья, смотрите, кого я нашел. Свеженькая-свеженькая вешенка. Прямо вот здесь иду, перешагивать стал. Смотрю, по-моему, вешенка выглядывает. Свеженькая, красивая. Кстати, здесь попадались тоже вешенки. Они также растут. То же самое, в принципе, и у них. Сначала заморозились, тепло наступило, оттаяло, и они дальше растут. Вот теперь они начинают расти. Растут чуть ли не всю зиму. По крайней мере, в наших и Владимирских лесах. Может, где-то в других местах, где сильный север, там, я думаю, вряд ли они, конечно, так растут в сильных морозах. Аж все-таки надо, чтобы было какое-то тепло. А еще, друзья, я вам скажу, лучше в такие места одному не ходить. Здесь такие дебри. Видите, сейчас в низине здесь. Здесь даже телефон не ловит. Если здесь, не дай бог, что-нибудь случится, мало ли, ногу подвихнешь или еще что. Все, отсюда уже не выберешься. Поэтому, у меня хоть есть, конечно, друг вот такой, но друг к другу он просто меня не бросит. А куда-то он же меня не вытащит. Вряд ли. Поэтому я уже такой безбашенный, лазил в таких дебрих. А так здесь случится, что хочешь, может быть. Поэтому ходить вдвоем либо вообще не ходить. Или где-то ходить там, где те легко доступные места, где ходят люди, где рядом какая-то цивилизация. Пойдемте, друзья, дальше. Там еще и какие-то хорошие, интересные места есть. Я решил сегодня потратить полдня на прогулки по свежему воздуху. А ты же, как одна здесь красавица выросла. Одна березка с трудом растет. Здесь сырость же. Здесь всегда летом сырость. И она одна, бедняжка, как ты умудрилась среди ольхи вот здесь вырасти, да? Темное такое. Темное. Ну, давай, расти дальше. Вы посмотрите, где я нахожусь. Смотри, где дебри. У меня надо как-то здесь пролезть. Там же здесь очень все. В деревьяхи-то я иду оттуда. Здесь прокарабкался. И вот видите? Поэтому будьте аккуратнее. Здесь вас точно никто не найдет, если что-то случись. Это мне надо как-то сейчас туда пролезть, в это вот окошко и туда вылезти. Надеюсь, там будет просвет. Здесь для меня, я смотрю, труднее. Там еще больше дебри. Ладно, друзья, пробираемся дальше. Друзья, вы представляете? Попал какую-то аномалию. Я шел, был уверен, что иду правильно к дороге. Иду, иду, иду. Потом думаю, что это знакомые места. Опять же, деревья такие много здесь. Таких сухих. Смотрю, дерево знакомое. А это я опять иду к этой ивик большой, толстый. Это да, друзья. А шел, был уверен, что шел правильно. Представляете? Теперь, конечно, я отсюда сориентировался, куда мне идти. Ну, получается, лишний круг сделал. А мне всего лишь нужно было пройти вот так и там выйти, там далеко дорога будет. А теперь я, наверное, здесь уже не пойду. Скорее всего, пойду вот так, чтобы мне опять не заплутаться. И вот так на дорогу выйду. Вот так вот, друзья. Так что будьте аккуратней. Даже я, вроде бы, как говорится, уже опытный, ориентироваться умею. И то умудрился закрутиться. И думаю, да где же эта дорога? Никогда я не дойду. Ладно, будем выходить туда. Ну или вот, друзья. Видите, сломанный тоже. Сук такой большой. И оттуда иду, и вроде не заметишь. Обернулся назад. А там, смотрите. Пойдемте пролезть у тебя туда. Я вам сейчас покажу, какая здесь красота. Видите, а эти созрели хорошо. Просто шикарные. О, какие. Давайте их ножичком подрежем. Может, в принципе, наверное, руками попробовать. О, такие мягкие, интересные на ощупь. Они такие, знаете, как пластилин немножко. Вот такая красота грибы. Как пластилин немножко. Это, знаете, такой, можно сказать, деликатес. Вот если из них их замариновать, друзья, это вот их можно сравнить только с икрой красной. Они потому что маринованные нежные-нежные. Их кушаешь, а они прям, прям очень нежные. Эти грибочки. Это если кто-то любит, допустим, рыбные продукты, а кто-то грибные продукты. И кто-то попробует маринованные, скажет, это такая вкуснятина, потому что никогда такого не ел. Это я вам правду говорю. Как-нибудь, я думаю, их сделаем обязательно. Когда их будет больше, я думаю, замаринуем. Я вам покажу. И получать они очень много, потому что они маленькие, пуговики такие, но очень вкусные. Или вот, друзья, посмотрите. Тоже сухой. Сухая ива такая. Посмотрите. Здесь просто они уже... Они такие пышные. Да, посмотрим, друзья. Видите, здесь уже ножки брать не надо. Они уже, можно сказать, так старые грибы. Ну, для них, так сказать. А шляпки, видите, красивые, чистые. Поэтому можно прямо здесь перебрать, а можно и дома это все перебрать. Но я думаю, дома будет легче. О, видите, какие ножки у них. Тут уже будет столько шляпки. А, они, в принципе, сами берутся шляпки. Вот. Это же немножко перезрели. Ну, а что-нибудь из этого тоже выберем. Так, видите, какие уже совсем. Действительно, проходистые ножковые. Видите, прям ножки бархатные. Особенно, когда их вот много берешь. Приятные такие, приятные грибы. Нежные, нежные. Вот со стороны вижу еще есть. И здесь, по-моему, посвежие они. Вот они. Ну-ка, мы аккуратненько их с вами... Да, здесь посвежие. Вот какие, видите. Это все переберется. Опа. Все. Вот, друзья, посмотрите. Фламмулина бархатистая ножковая. Самая настоящая. Просто красота. Растет на ивах и тополях вдоль ручьев. Что могу доказать? Вот, пожалуйста, ручей. Заморский переносит вообще превосходно. И сохраняет вкусовые качества. Вот эта красота. Особенно, давайте, посмотрите на них. Эти как раз созрели, как положено. А в Японии, кстати, друзья, эти грибы выращивают. И знаете, поскольку по 100 тонн в год, не поверите, почитайте, по 100 тонн в год выращивают и кушают. Вот так вот. И, кстати, как говорят японцы, эти грибы лечат, там как в них содержится фламмулин в этих грибах, и он лечит от саркомы. Такая болезнь страшная саркома. И вот эти грибы якобы каким-то образом лечат. Не знаю, правда, нет. Конечно, грибочки эти предварительно нужно отварить минут 10. Лучше все-таки. Ну, хотя я их ел сырыми, я вам показывал на видео. И ничего страшного нет, можно сразу готовить. Но все-таки лучше их сначала отварить минут 10, а потом уже дальнейшую делать приготовку. Ладно, друзья, буду обрезать вот эту красоту. Посмотрите, просто что-то. Это что-то, как орешки прямо. А вот еще немножко растут. Вот здесь. Тоже на таком сухом дереве. Ну что, друзья, на этом будем заканчивать. Хватит, прогулялись, да, малыш? Мы выходить. Не скажу, чтобы мы много набрали. Вот сколько. Пол корзиночки есть. Ну, это такой деликатес, друзья. Будем потихоньку убираться, выходить. Может быть, еще что-нибудь найдем, пока убираемся. Ну, все, друзья, всем пока. До скорых встреч. Малыш, скажи всем пока. Скажи, пойдем домой, да? Да, да, что-то унюхал. Все, пойдемте, ребят, поедем.